Всем привет, дорогие мои друзья! С вами, как обычно, Едоман. Сегодня будут консервы мясорастительные с субпродуктами птицы стерилизованные паштет с печенью цыплят. Агрокомплекс «Выселковский» также покупался в официальном магазине за 69 рублей. Ну, он, правда, шел без скидки, то есть это его реальная цена. Ну, около 70 рублей получается. В принципе, для паштета это нормально. Сейчас, в приближенном рассмотрении, я прочитаю состав, открою и покажу, что это будет за паштет. Кстати, был обзор на паштет тоже с грибами, где грибов я не нашел. Может, и печень и цыплят здесь тоже не будет. Срок годности 18 месяцев. После вскрытия банку хранить 24 часа. Вот вариант сервировки тут интересный, конечно. Агрокомплекс «Выселковский». Паштет с печенью цыплят. Изготовитель АО «Фирма Агрокомплекс». Юридический адрес «Россия-Краснодарский край», «Выселковский район». Масса нета – 225 грамм. В составе бульон, вода питьевая, печень цыплят-бройлеров, диафрагма свиная, мясная обрез свиная, кожа кур, жир свиной топленый, мука пшеничная, морковь, лук репчатый, крупоманная, смесь растительных волокон, антиокислитель, аскорбат натрия, соль, пряности, кориандр, имбирь, горчица, экстракт черного перца, усилитель вкуса, глутамат натрия – все нам понятно. Так, пищевая ценность и, в общем, все есть. Массовая доля компонентов в процентах, печень цыплят-бройлеров – 20, субпродукты мясные – 20, кожа кур – 9,8, жир свиной – 6,7, мука пшеничная – 5, морковь – 4, лук репчатый – 3,6, крупоманная – 2. Перед употреблением рекомендуется охладить. Ну, понятно, греть мы точно не будем. Открываю. Так, ну цвет у паштета более-менее нормальный. Сейчас попробуем намазать кусочек хлебушка. Ну, соответственно, как обычно, я попробую его и так, ну и, соответственно, с хлебом, потому что, как я уже неоднократно говорил, просто так вы вряд ли будете есть этот паштет. Ну что ж, пробуем. Итак, запах. Ну, знаете ли, по запаху паштет очень-очень сильно напоминает, тот же самый «Русском» и, по-моему, главпродукт из магазина «Фикс Прайс», который стоит подешевле, но там, правда, маленькие такие баночки. Ну, реально запах такой. Возможно, все паштеты будут пахнуть примерно одинаковыми, а вот на вкус. На вкус прикольно. Да, Мурка? Замурчала, замурчала кошка. На, на, на. Поделился немножко с кошкой. Кошка замурчала, понюхала. Так, что по вкусу? Нормальный. Нормальный, хороший паштет. Кстати, во вкусе он получше будет, чем «Русском». И те вот, которые с «Фикс Прайса», с «Победой», со «Светофора» паштеты. Намного лучше. Примерно вот он напоминает такой же почти паштет, как мы сами делали. Тоже по вкусу более-менее нормально. Как интересно будет с хлебушком. Че, еще хочешь, да? Нюх-нюх. Нет, с хлебушком нормальный. И, друзья, за 70 рублей, 225 грамм, лучше брать именно вот этот паштет, который с печенью цыплят. Как я уже сказал, паштет от агрокомплекса, который был с грибами, он реально был на вкус горьковатый. Грибов там совсем не чувствовалось. Соли тоже. Здесь, ну, специй, конечно, таких сильно не ощущается. А вот по вкусу очень даже хороший паштет. Я же говорю, он будет лучше, чем паштеты с «Фикс Прайса». Так что, друзья, если увидите паштет с печенью цыплят, берите. Если увидите паштет с грибами, не берите его. Лучше возьмите этот. Он и дешевле, и реально повкуснее. Я, возможно, возьму даже еще раз себе такой паштет. Довольно-таки неплохой. И на этой радостной ноте я бы хотел сказать огромное спасибо всем тем, кто досмотрел это видео до конца. Ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на канал, и ждите следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok